Всем привет! Меня зовут Парина Кабинова. И сегодня я бы хотела вам рассказать о своих работах некоторых, которые... Я как-то так стравлю, называю бытовой археологией. Это мне трудно с микрофоном купить. Я слышу себя. В общем, это... Ну и все понравилось. Да, сейчас... В общем, я отучилась на режиссера в Новосибирске. И пока мы учились, мне стало очень скучно. И меня очень расстроило, что режиссеры, которых я знаю, это все люди, которые занимаются только театром. Вот. Меня это очень расстраивало. И я, мне кажется, раз всей выходила из профессии просто за время обучения, потому что мне было страшно заниматься только театром. И меня как-то угнетала эта мысль, что я буду ездить, сдавать макеты, репетировать, а потом снова-снова и все, в общем, заново. И нас так учили еще, что нужно создавать какой-то там свой мир. И, значит, есть художник, который помогает режиссеру реализовывать свои мега-идеи, доносить до зрителей суперсмысл. И в какой-то момент после выпуска мы, в общем, с моими друзьями, с электронным трио Пресидио Моделла организовываем арт-группу МЫК. И начинаем заниматься как бы междисциплинарными практиками на стыке перформанса, выставки, какого-то бытового замучания. И вот ребята из Пресидио Моделла, они как раз создавали весь саунд на основе звуков, которые их окружают. Вот, то есть они полностью перерабатывали записанные ими полевые записи в электронную, как бы в электронную среду такую, даже не то что музыку. Вот. И эта группа как-то на меня повлияла очень сильно. И я поняла, что мне нечего сказать зрителям чего-то большого, не было каких-то амбиций ставить Шекспира и, в общем, соревноваться с другими режиссерами в интерпретации, в выявлении темы. И я словила какой-то просто чудовищный кризис. Что-то делать надо. И я подумала, что я пойду от себя. Потому что себя и какие-то свои темы я знаю. и это единственное адекватное для меня, может быть, какой-то корректный способ высказывания для меня. Вот. И я, в общем, начала думать, что бы я такого могла сделать. параллельно с постановками театральными, там, с выставками, с группой «Мы». И я подумала сделать перформанс со своей мамой. Перформанс назывался «Мама была рану, рыло рвало маму». В общем, мы там с моей матерью сидели друг напротив друга. И драматурка Алина Шклярская написала вопросы. И мы с моей мамой отвечали друг другу на эти вопросы. Вот. Никто про эти вопросы не знал. И мы как бы хотели выявить какие-то наши общие точки соприкосновения. и потом, возможно, проработать те, на которые мы ответили «нет». Вот. Хотела показать кусок того, как это выглядело. Может, микрофон потише сделать? Я просто сильно себя слышу. Меня это смущает. Скажите, что... Говорю, 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 говорю. О... А все это слышно? Слышно? Да, да, да. Я просто прям плохо, но я не слушаю вообще себя. Спасибо. Спасибо. Ладно. Ничего не грузит. Ну вот, в общем, это был такой первый опыт такой какой-то попытки рассказать о себе и о том, что меня волнует и все такое. Вот. И это все происходило в рамках нашей лаборатории в Перфодни. Это в Новосибирске. Есть такая лаборатория современного искусства, которую мы создали вместе с нашей мастерской, потому что не хотели расставаться. И это такой подвал, где мы тоже сначала хотели вставить спектакли только из тех, кто остался, а потом тоже начали делать там выставки и вот устроили лабораторию в Перфодни. В рамках этой лаборатории, как бы, да, основная тема была я. Вот. Как бы, что бы я хотел вскрыть через перформанс и, собственно, мы там были с мамой. Вот. А на втором слоте лаборатории Перфодни я сделала перформанс «Утопия» от слова «Утопить». В общем, я собрала все вещи, которые были мне дороги, там, с самого детства, которые я коллекционировала, оставляла по разным причинам. Это очень странный набор вещей. Там, как бы, крышки, тесты на беременность, брелки, значки, билеты на Tokyo Hotel. Короче, просто огромный набор всякого протока. Сейчас я вот хотела взять пример, что там было. В общем, значки, студенческий билет. Я обо всем этом рассказывала во время перформанса, о каждом этом предмете. И зрители видели, ну, как бы, знакомились с моими какими-то вот этими артефактами. Видели ж первые пига? Нет, ничего не видно. Там черный грант. Молодец, а? А вот. Отлично. Нет, это мы видим. Не прогрузилось. Не, не прогрузилось. Не, не прогрузилось. А вот еще. Прогрузилось? Да. В общем, я рассказывала обо всех этих предметах. Зритель их видел в первый раз, а я видела последний. Я решила попрощаться со всеми этими вещами, потому что это просто килограмм и килограмм какого-то мусора, который переезжал со мной из квартиры в квартиру, тянулся каким-то странным шлейфом своими переездами. И я решила как бы избавиться от таких камней памяти и утопила это во время перформанса в бетоне. Но на этом перформанс не кончился, потому что спустя какое-то время я поняла, что я хочу все-таки увидеть еще раз эти предметы. И что перформанс не утонся, потому что по-настоящему я упрощалась с этими предметами. И в конечном счете я достала этот камень, я должна была его утопить в воде. Но я его достала и разломала, в общем, заново разломала этот хум, достала оттуда все эти вещи, чтобы взглянуть на них еще раз как бы, отфотографировала, сделала эту книжку. Вот. Это то, что осталось как бы от прошлогодичного как перформанса. Это, по-моему, год назад вот я достала этот куб, разобрала и молотком просто... Ну, это гипс, скорее, да, не цемент. Дальше было посерьезнее. В общем, я разбила всю эту штуку, вымыла оттуда предметы и попрощалась с этими самыми. Вот. Потому что показалось, что, да, перформанс не случился, потому что перформанс как бы все равно предполагает какое-то твое изменение, какой-то переход. Вот. А тут получилось, что я все-таки на этих перфонях сделала какой-то театр, какое-то шоу, где со мной корнево, ничего не произошло. И, в общем, меня это очень вложило. И это, наверное, первый такой момент, где я буквально занимаюсь вот такой археологией, добывая... Бывают какие-то вот свои личные предметы. Вот. И потом, значит, я заново с ним попрощалась. Мы сняли на этот счет документалку. Я замесила там свой археолог. Завела. И, как и обещала, как-то год назад сбросила в реку этот огромный камень. Плохой интернет. Ну, в общем, суть ясна. Это все как бы бытовой археология к тому, как я вот подступалась к каким-то какому-то своему направлению, в котором мне было как-то интересно существовать. Продолжила это по всей день. Дальше. Скомканный и упал. В общем, у меня были длинные волосы. Это тоже была моя большая проблема, которая вообще никого не интересовала, потому что это какие-то девчачьи штучки. В общем, у меня были очень длинные волосы, которые мама всеми способами уговаривала меня обстригать. И в какой-то кризисный момент снова я начала замечать эти волосы просто повсюду, из-за того, что они длинные, они так лежали в этом коридоре, в ванне, на кровати. И я, в общем, сделала такую выставочную графическую серию, в которой зарисовала свои волосы и как бы сфотографировала точку в квартире, где я их обронила, в общем, где я их зарисовывала. И мы сделали еще видеоработу, но поскольку видео тут не очень грузится, я хотела показать, в общем, как мы это сделали вместе с приседею моделу, потому что это трио, в частности, Вова Бочарову взял мои вот эти волосы, натянул их и играл на них так во струнах и создал как бы тоже такой бытовой саунд к моей видеоработе, где тоже там сняты мои волосы, в общем. Вот такой медиум. Дальше. Дальше был перформанс «Папа». Я тоже хотела вам показать видео. В общем, это перформанс. Это был двухдневный перформанс, который шел по 5 часов каждый день на улице. Я писала письмо отцу. Такое, как бы публичное письмо. Я писала публичное письмо отцу. Вот, у меня была петличка. Я сидела в такой почти яме, как бы на парковке. И люди на меня сверху смотрели. И каждый, кто хотел послушать мой голос, надевал наушники. Но все, что я говорила, выводилось на экран. Вот, и в целом это письмо можно было видеть на экранах. И вот, значит, я писала такое длинное десятичасовое письмо отцу, который умер. В котором я рассказывала, как бы, о всех воспоминаниях, которые я помню. О том, что со мной произошло. За временем, пока мы не виделись. Какие, может быть, детали из детства, которые я помню про него. Или про людей около него. И, как бы, это письмо я писала такому, как бы, праху, можно так сказать. В общем, у меня был большой холст. Это вот про лосинки. Может, чуть-чуть проходит. Хорошо, кстати. И когда я еще не мела... Не-е-е-е. Лучше не открывать. Да. Просто волкаешь, что она видела. Мела. А что, можно про сдать интернет? Да. Ну да, я вот каллифовый театр подключу. Сейчас, последний шанс. Ну ладно, я тогда вам просто картинками покажу. Короче, первая часть перфоманса заключалась в том, что я написала холст на деревянной раме, там с этой деревянной рамой тоже целая драма, потому что мой молодой человек подарил этот подрамник, а оказалось, что это подрамник его бывшей девушке, как это не нравилось, и я хотела избавиться от этого подрамника как можно скорее. В общем, я била этот подрамник молотком, с ним ничего не случилось. Потом я пыталась его сломать пяткой, чтобы потом сказать, что этот подрамник сломался, он же не был в этом доме. Вот, с этим подрамником все равно ничего не случилось. И где-то спустя год жизни с этим подрамником, который я просто ненавидела в нашей квартире, я решила избавиться от него другим способом. В общем, да, я его закатала в черный, написала отец, и думаю, ну все, надо сжечь отца. Как бы превратить этот комок каких-то недосказанностей, обид, тоски и всего-всего, просто это сжечь вот так ритуально, в поле, под небом. И, в общем, да, я это сделала. Мы, правда, приехали и первый раз мы смогли это сжечь, потому что он просто не загорелся. И я подумала, что это просто какой-то никакой противоугольный внешний подрамник. Ну, в общем, я готова ввести пароль на раздачу. Спасибо. 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 Ну, все, сейчас улетел. Итак, чекание отца. Сегодня день по драконам. Я тоже работала с текстом, я сказала... ...в круге какие-то лужи... ...какие-то воспоминания из детства... ...какие-то лужи холодные... ...и комбинировала эти воспоминания между собой, которые... ...какие-то другие воспоминания... ...какие-то другие воспоминания... ...супер... ...вот, и... ...потом, значит, подрамник сгорел... ...наконец-то, но не полностью... ...и... ...я как бы... ...с этих угольков... ...собрала вот уже... ...это уже вторая часть как бы... ...два видео-перформанса... ...и я собирала... ...такой как бы... ...псерто... ...псерто-прах отца, потому что... ...сейчас я не хочу... ...знать... ...расскажу... ...в общем... ...эээ... ...я хотела проводить... ...проформанс па... ...который в рамках... ...сорок-востик... ...чистот в Новосибирск шел... ...вот там как раз где я сидела и писала письмо... ...я хотела писать это письмо... ...эээ... ...настоящему праху... ...своего отца... ...эээ... ...ээ... ...в итоге... ...мать моего отца... ...ээ... 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 ...и я подумала, что в целом... ...как бы настоящий праху не нужен, потому что это все... ...как бы... ...моя конструкция... ...и в целом, внутри этой конструкции можно... ...как бы создать... ...свой... ...как бы... ...персональный проход сам... ...вот... ...и... ...я собрала пепел... ...с этого... ...потрапника... ...поместила... ...эээ... 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 какие-то мои личные проблемы. Вот. Это был перформанс Папа. Хотела бы еще показать. Ну, ладно, мы, наверное, скучали. Будем дальше. Общее место. Общее место — это автофикшен. Спектакль, который полностью внесен в книгу. Мы его создали вместе с художницей и режиссеркой Ильиной Куликовой. У нас было две одинаковые книги, которые... Это как бы книга-спектакль, переносной спектакль такой, в котором рассказывалось о нас. Собственно, моя книга рассказывала обо мне, Ильина рассказывала о ней. Вот. Мы пользовались какими-то разными медиумами, вкладышами. Там было очень каких-то много моих персональных предметов, тексты, гиперссылки на Google Doc. И, я думаю, наверное, важно еще сказать, что вот все, что я вам как бы рассказала до этого, сконцентрировалось потом в этой книге. Потому что, например, там есть большой Google Doc, который был посвящен моему отцу, который там стал основой потом для перформанса. То есть мне как бы важно, чтобы все, о чем я говорю, происходило в каком-то одном поле, и было не разрознено, а чтобы одно перетекало в другое, чтобы вот как бы ткем такую вселенную свою, но не в рамках спектакля, а как бы в рамках просто всего... Вот. Дальше. Дальше я занялась какими-то бытовыми объектами, в перерывах, реже какими-то большими проектами. Вот. И я начала делать зим с поэтом-херогом Зайцеве, это драматург Егор Зайцев, с которым мы работаем долго. И, в общем, я поехала, опять же, со своей матерью по местам, где мы жили с моего рождения, и доехали... Ну, как бы у нас такая траектория в течение дня была, мы доехали до дома, где живу я одна теперь. Вот. И это один из домов, там отлетела плитка. Вот такая. И просто мама сказала, что эту плитку укладывали какими-то очень маленькими блоками, или, там, шесть на шесть, или что такое, но это для дома несерьёзно. Вот. И эта плитка в какой-то момент начала обваливаться. Я подваровала плитку, сделала кусок стены своего дома. Теперь у меня дома висит кусок моего дома. Дальше. Пока я писала, собственно, в перформансе Папа письмо отцу, мы сделали ещё такие будки, в которых каждый зритель мог написать своё письмо отцу. И поскольку это всё такой внутренний конструкт, и, по сути, получатель не нуждается в этом весне, мы решили, что мы хотели, чтобы каждый желающий написал письмо и отправил его сразу же прямиком в Шреддер. И у нас, в общем, после этих двух дней скопились такие, в общем, огромные мешки этой ленты-бумаги, которые так проклятывали буквы. У меня год пролежал этот мешок дома. И вот потом, как я собралась силами, я сделала такую новую бумагу из писем к разным отцам. И там, причём, была и ручка, и карандашом написано, но вода всё расплавила, и вот получились такие бумажки. Это спил дерева из ясной поляны. Это какой-то кусок дерева, который высадил толстой. И я не знала, что взять с собой в качестве артефакта. В общем, украла тут спин, вставила туда трек Тома Йорка, который очень совпал с моим предпрепровождением в местной поляне. И сделала ещё такой артефакт. Дальше мы с Егором Зайцем, опять же, по его текстам сделали такую книгу. Тоже из каких-то найденных нами вещей, но уже таких скорее не бытовых, а природных. Опять чёрный, да? Нет. Нет, хорошо. В общем, всё, свечи. Это книга, которую мы тоже сделали археологические вакуумные штуки, в которых на пластике был упечатан текст. И этот пластик как бы состоял в мотивовеске каким-то реальным, типа, природным предметам. Например, коряги. Это всё обычные вакуумные, эти продуктовые пакеты, в общем. И этот пластик, в общем-то, человеческое какое-то изобретение, которое перемешивается с какими-то тоже природными артефактами, соединяется, хоронится это всё вместе. И хотелось очень как-то законсервировать этот текст, чтобы он вообще никогда не разложился, не истлел, и чтобы как раз эти природные все штуки тоже остались вместе с этим пластиком. Это уголь, метки, ёлки, земля, пепел, горяги, мох. Вот такая книжка. А, потом я была в Казани, и в Казани у нас тоже была такая первая лаборатория в рамках стюль лесных, которую Саша Шурина организовывала. И мы создали тоже, вот, в рамках, как бы, вот этой бытовой археологии, мы сравнивали и сопоставляли какие-то наши... В общем, где это было? Это была студвесна. И нас поселили в городке Универсиада. Да, в деревне Универсиада, и там был прикол в том, чтобы всё было однотипно. Ну, то есть нас заселяли в эти комнаты, и у всех были одинаковые комнаты, одинаковые завтраки, одинаковые талоны, одинаковая вода, эти бейджки. И, в общем, нас немного расстраивало, и мы, в общем, начали искать какие-то наши отличия, выбирали себе каждые разные цветы. И, в общем, жаловались растения, фотографировали наши кровати, чтобы как-то сопоставить это всё вместе. Это вот всё я внутренне как-то называю, это бы такой археологии, я не знаю, ну вот... Не такая умная просто, чтобы объяснить прямо, что имеется в виду, но мне кажется, я бы поэтому хотела докитать очень-очень много, чтобы в целом какая-то картина просто сложилась, потому что это всё разные медиумы. Но суть как бы одна — это вглядывание в быт и работа с этими артефактами быта через разные-разные медиумы. Вот, это... У нас есть телеканал, можете, если что-то там его почитать, он называется «Плюсики в чатах». И там есть текстовые разные наши работы, вот я вам показываю там уже с фотографией. Эта перфоранс шёл у нас в 12 часов. Мы в 12 часов собирали весь этот материал. А дальше, вот, объекты. Я тут пожила три года в Узбекистане. И меня спасла одна штука. Я начала вдруг в Узбекистане такой... В общем, есть такой ужасный анекдот, который периодически граждане из Узбекистана мне рассказывают. В общем, что бы сделал казах, если у него было бы много денег? Он бы купил машину. Что бы сделал Узбек, если у него было много денег? Он бы построил дом. И там действительно всё так, там постоянно идут стройки. Старые дома пристраивают на новые, достраивают и их там объединяют два или три дома между собой, какими-то перидорами. В общем, там постоянно-постоянно-постоянно идёт ремонт. И из-за этого тоже на улицах периодически ты можешь наткнуться в такую гору. И в этих кучах можно обнаружить кафельные плитки советские, не советские, какие-то очень богатые, всякие разные. Вот, и эти плитки почему-то как-то, может быть, из-за той плитки, у которой вот этот кусок дома, из-за того, что у меня был какой-то тактильный опыт с этими плитками, в общем, я начала их собирать. И я полгода собирала эти плитки и вот хотела показать просто куски дома, вместе с кусками стен. И, как бы, эта серия, эта серия работ так и называлась, как бы бы бытовая археология, потому что я просто находила, выходила, выходила, отрывала их. Просто иногда копалась в глине, чтобы добыть некоторые, некоторые клинточки себе. Вот, и они как-то думали, что я как будто осталась в грех без дома, а это такой разрушенный дом, который, ну, вот, и как бы на эту плитку смотрели, а теперь на нее смотрю я, и как будто это уже мусор. Но, если присвоить, как бы, эту плитку себе, как бы, когда запретить оптику, она уже не становится мусором. И, ну, в общем, такие размышления были про дом, поэтому я все эти плитки заберегла, привезла у сердечных людей. Вот, всякие разные такие штуки. Собираюсь. Мага. Стекло. Тоже такой, да, прямо потери как будто дома. Дальше. Точно все. Дальше у нас был перформанс «Хрупкий» на фестивале «Территория», только в Красноярске. Мы создавали такой четырехчасовой перформанс с десятью перформерами, где зрители могли, в общем, присаживаться от перформера к перформеру. И, как бы, нашей основной задачей, я тоже приучаствовала, была такая прогулка, прогулка по памяти. То есть мы, если в двух словах, садились и начинали, как бы, с текущего дня гулять, как бы, по воспоминаниям. Причем без всяких там «я помню», «я пошла», а вот все, что ассоциативно как бы идет, что ты видишь, что тебе дает зритель. И вот мы четыре часа просто гуляли, гуляли, гуляли по памяти, проговаривали какие-то наши внутренние монологи и мы тренировали. И вот девушка Оля в красном платье, которое сейчас на снимке, она в тренинге нас всех, конечно, поразила, потому что мы все, в общем, сидели, смотрели на такой крупный план, который снимал камеры, чтобы увидеть какие-то маленькие разные микроизменения в человеке. И она, мать, мать, и начала рассказывать о том, как она утром заплетает косу своей дочке и в этот момент, как бы, она говорит, заплетаю косу. Какую выбрать резинку? Да в целом не важно. Хочу кофе. От кофе болит желудок. Наверное, я углу от рака желудка. И как бы, ну вот, это как бы просто такой пример, и что она говорит, закрываю дверь за дочкой. Пока. Наверное, я включу музыку. Может, я включу. И вот такой четырехчасовой просто поток из памяти, что тоже как бы входит в эту археологию, да, что просто копаем, 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 копаем. Из этой памяти выводим даже какие-то неважные детали, которые потом все равно так или иначе определяют, что как будто не будет времени покопаться именно вот в этих нюансах. Мы все равно помним какие-то большие события, а цвет, запах какой-то странные, вот эти дымчатые воспоминания. На них не всегда хватает времени. И вот мы уделили этому времени. Дальше мы делали опять же с моей мамой. Перформанс мамы моей мамы. Перед смертью моей бабушке я дала ей тетрадь, попросила записать всю эту всю свою жизнь. И моя бабушка прожила 90 лет и написала всего шесть страниц. Вот. Там был очень неразборчивый текст. У нее такой сложный какой-то почерк был. И мы с мамой сделали перформанс, в котором мы там в течение, по-моему, двух часов расшифровывали. То есть вместе этот текст вводили на экран. Вот. И как бы выписали историю жизни моей бабушки. И как бы зритель вместе с нами тоже копался в это. Потому что все видели текст и помогали нам расшифровывать. В общем, мы таким коллективным разумом расшифровали жизнь моей бабушки. Дальше. От бытового копания к цифровому копанию. В общем, мы все делаем эти скрины бесконечные. Некоторые скрины не удаляются. И вот пока я там периодически тосковала в Узбекистане, я начала копаться в телефоне. И сделала зим из скринов, которые у меня есть. Вот тоже хотел показать, как вариант. Тексты. Ну, в общем, это же тоже вот эти скрины, особенно какие-то текстовые. Я понимаю, что я их делаю для того, чтобы как бы зафиксировать себя в моменте. Что я как будто хочу зафиксировать не то, что на экране, а то, где я нахожусь как бы в этот момент. Чтобы потом тебя могло в любой момент этот скрит откинуть в нужное какое-то состояние. Тоже такие артефакты. Ощущений пережитых. Вот. И последнее, о чем я хотела бы рассказать, это текстовые звуки. Что тоже как бы относится к нашей теме. В общем, в Узбекистане все участники, в общем, жили в резиденции для художников. И каждый из нас создал аудиодневник из полевых записей. В общем, каждый из нас состоятельно его монтировал. И это был такой тоже субъективный аудиодневник, который мы пытались, как каждый из нас пытался найти тоже какие-то разные подходы к этим дневникам. И мы пытались выразить, как бы, что-то, что мы ощущали из компиляции, как бы, этих полевых записей. То есть просто какой-нибудь поток. И мы пытались выразить, как бы, этих полевых записей. И мы пытались выразить, как бы, этих полевых записей. И мы пытались выразить, как бы, этих полевых записей. И хотела прочитать два текста как примеры того, как я еще пытаюсь вот эти бытовые какие-то куски зафиксировать в тексте. То есть это вот такие мои маленькие бытовые маэвы. Минус один. Дома минус 25. Дома обваливается потолок, а здесь зеленая трава и хурма все еще висит на ветке. Розовые голуби. Маленькие птицы. Птица с желтым клювом, которая будет у меня по утрам. Не вижу ее. Здесь газ. Чайник упорно свистит. Кричит, чтобы его кто-нибудь снял с плиты. Кленовые листья. Зимой. Повсюду. Снег тает. Шум капель не дает спать. На енгиобатском рынке везде капает с потолка. Вещи мокнут. Капли падают за шиворот. Советские фотографии. Портреты Ленина. Солонка, как у Бога в детстве. Мы ее возьмем. Фотография. Два мужика на каменной россыпи. 967 километр. 26-й год. Следующая фотография. Капка. Якутия. 1921 год. Покупаю их. Торгуюсь. Страшно стесняюсь. Неуклюжие. Почти сразу соглашаюсь с ценой. Горы вещей. Ищу. Снимать запрещено. Сестра. Хармс писал. Мне летят как ласточка. Да. Одно и то же. И вот уже вечер. Или ночь. Чайник свистит. Никто не подходит. Нас шесть в отторме. Горячий хлеб. Три чайника с густой заваркой. Бесплатный чай с лимоном почти везде. Спасибо. Клены. Клены. Вижу. Кажется только их. Ворота. Открыто. Это очек. Я привезла с собой динозавра. Мерзол. Бег в золоте. Стоит в поселке. Закрыто. Это йобик. Мне нужна лампа. Холодный свет. Везде. Тяжело глазам. Сколько? Сорок тысяч сумм. А она работает. Что-то еще нам нужно. Больше ничего. Вода. Ребята, купите воды. Снова закончилось. Акс садок. Эхо. Голосы. Отзвук. Звук эха. Все записывают звук. Слышу только тишину. И птиц. Глаза всматриваются. Не глядят совсем. Вода быстро кончается. Говорят, с газом перебои. Ты видела километровую очередь на газ? Бензин дорогой. Все на газе. Запах есть. Ага. В общем, такие тексты. Они собираются. Собираются. Множатся. И тоже, надеюсь, когда-нибудь с ними что-то произойдет. Я хотела еще про мои дома. Почитаю. Но, правда, из-за того, что я опоздала и очень долго включалась. Ну, в общем, да. Есть еще тексты про домах. Они тоже документируют. Я пыталась выписать все самые яркие воспоминания о домах, в которых я жила. И где-то было совсем не густо. Где-то было совсем много. И это все тоже, как бы, такие вот эти бытовые боевые. Все. Вот я могу ответить на вопросы. Еще раз извиняюсь за то, что я опоздала и тупила, и головы включалась. И интернет не работает. В общем, извиняюсь, я еще сожру себя нормально после этого. Потому что я не успокоился. Здравствуйте. Включите. Я работаю. Да. Включите. Вы все слышали? Любили. Здравствуйте. Меня зовут Софья. Вопрос касаемо перфоманса «Мама моей мамы». Очень интересно. Вот скажите, пожалуйста, что вашей бабушке удалось уместить в эти шесть страниц? И при создании данного прикольницы не было ли у вас страха, что при посторонних людях раскроется что-то, ну, очень личное и сакральное? Спасибо. Мне просто казалось, в общем, я думаю, что на меня еще просто очень сильно повлияла книга, как это вообще нетривиально звучит Марина Абрамович, потому что она как бы все равно вскрывает себя как объект. Ну, то есть, как бы нет личного. Если ты вышел, то все равно это публичное поле. У тебя нет, ну, то есть автоматически все личное становится, как бы, плотью для того, чтобы делать искусство. Вот. И даже нет, в общем, ни с мамой, ни с бабушкиным текстом, ни с отцом, как бы, не возникало такого, что кто-то что-то узнает у меня такое, что может подставить либо моего отца, либо мою бабушку. Они все равно все как бы знали, чем я занимаюсь и знали, как я все равно даже с детства рассказываю, рассказываю обо всем. И в шесть страниц уместилось крайне мало и по большей части, как ни странно, это были бабушкины стихи. То есть, мы вообще сначала не поняли, что это стихи, и там потом начали складываться какие-то рифмы, и очень, вот знаете, есть такой сериал под названием «Короче», там каждая серия идет одну минуту. И вот примерно моя бабушка описала так свою жизнь, если бы короче, я родилась, я вышла замуж, родилась эта, родилась там, работа, пенсия, смерть. Вот, и да, она, в общем, как-то коротко это все описала, но очень лаконично, вообще, абсолютно в ее стиле, что она наоборот, если я вот так вгрызаюсь, наоборот, в эти воспоминания, в детали, в слова, в какие-то фотографии бесконечно, там, как бы, что-то, что-то, что-то в них отказываю, чтобы... Почему мне еще важно это делать лично, для того, чтобы, как бы, может быть, постараться снять какую-то стихну вот этого, вот этого, какого-то тайны, да, вот этой семейной тайны, моей тайны. Чтобы показать, что в целом можно вот так взаимодействовать как бы с родными, вот так пытаться проработать какому-то травму отца, вот так попытаться сформулировать какие-то вот эти обрывки памяти. В общем, мне кажется, важно, что это происходит суббично, а не у меня дома, чтобы как раз вы... Ну, чтобы, блин, ну не показать, но выстроить, в общем, какой-то мост между... Как-то показать, что это не кринж, что можно находить разные пристройки и разные ритуалы, чтобы справиться с горем, чтобы как-то работать с памятью, чтобы как-то договориться со своей матерью, что-то узнать о бабушке каким-то нежным способом, хоть это выглядело дико, пока я долбил эту губ, но каким-то достаточно нежным способом расстаться с вещами, которые тебе дороги. Потому что это все равно как будто скажет, что с нас происходит, и хочется как раз через бытовые такие вещи ну, в общем, как-то соединиться со всеми, кто со мной в этот момент разделяет этот опыт. И я понятна ответственность. Спасибо. А, где вы как-то? Так, вот, да. Зачем? А, ну, причем. Здравствуйте, меня зовут Ольга, и вопрос такой. Какова главная задача перформанса, как вида искусства, с точки зрения и самого перформера, и с точки зрения зрителя? Ну, вот, для меня, мне кажется, у всех все равно какие-то разные... Разные тренировки для вас. Да, вот, мне важно, чтобы случился переход. Как бы, мне важно какое-то вот такое создание ритуала, и случить, ну, как бы, происходящий во время перформанса переход, которому я потом больше не вернусь. То есть, я вот так наставила, и вам показывала про эту утопию, потому что я как раз вот не справилась. Ну, то есть, я сделал какой-то театр. А хотя, ну, у меня голубой перформанс – это какое-то важное высказывание, которое тебя полностью должно перевернуть. Вообще, то есть, это должен быть, ну, хотя бы с проработанной темой, которую ты заявляешь. Вот. И для зрителя, ну, это вот я, да, только что отвечала, мне кажется, что мне важно, чтобы, как бы, во время перформанса, зритель становился таким соучастником, чтобы он, как бы, наблюдал за, как бы, наблюдал за тем, что происходит. И это обычно такие еще перформансы очень тонные, длинные, чтобы мы вдруг начали вглядываться, чтобы мы вдруг распределялись в этой субуке, как бы, чтобы мы вдруг начинали это вдруг опробитить. Ну, то есть, что ты не существуешь в каком-то конкретном рисунке, а что ты вот здесь, сейчас. Даже если скучно, очень странно, тихо, хочется спать, это все равно вот у тебя устраивается, устраивается, устраивается и на отношение какое-то. И вот для меня важно, наверное, во время перформанса, если зритель что-то может, как-то может по-своему проявить, ну, как бы, как-то может создать какой-то свой ритуал. Вот, что для меня важен какой-то намек дать, чтобы каждый зритель тоже, как бы, был художником, чтобы он, там, не за мной повторял, а я специально ищу такие, какие-то иногда очень простые, 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 простые способы, заворачивая их в какие-то обертки, чтобы каждый увидел, что это очень легко делается, что это очень простой принцип работы в целом. И, как бы, структура, например, перформанса папочки, вот, я пишу письмо отцу, все. Каждый может написать письмо отцу, супер. То есть, вот для меня как-то важно, чтобы каждый зритель нашел какие-то свои вот эти простые практики, чтобы справляться с разными, какими-то внутренними конфликтами. Вот, вот это важно. Не завернуть, а наоборот, выпрямить, простить, вот, прям, упростить все. Спасибо. У меня пара вопросов. Первый вопрос. Считаете ли вы, что, получается, ваша работа, это, ну, получается, ваш личный способ, такой, психиатрический, ну, не психиатрический, по-моему, ну, терапевтический, какой-то у вас. Психологический, да. А вот не знаю, потому что мне кажется, что все-таки психотерапией, ну, как бы, психологией нужно заниматься на терапии, а здесь мне все-таки, как бы, хочется, наоборот, через искусство, да, проработать какие-то штуки. Ну, то есть, вот, как бы, когда говорят, что мои перформансы психотерапевтические, меня это пугает, потому что там возникают подмены, как бы, во время психотерапии ты все равно через другие способы копаешь, а здесь все-таки это вопрос какого-то преобразования, наоборот, твоих проблемах, в художественных и сказанных, да. Ну, тогда, прошу прощения, тогда встает вопрос, потому что вы противоречите тогда, потому что вы говорили то, что ваша задача... Чтобы отпускать ситуацию. Ну, не ваша задача, из одного состояния перейти в другое. Другое, перепон. Ну, да, у меня просто внутреннее, это как будто два разных понятия. Есть переход, как бы, есть переход, который происходит с тобой во время психотерапии. Это все равно какое-то другое качество диалога. Во-первых, это личная какая-то, да, история, ну, а это публичное, это публичный акт. И ты, как бы, прорабатываешь это, конечно, но ты это делаешь через... Ну, как бы, ты делаешь это другой частью мозга вообще. И понятно, ну, как бы, понятно, что это может сочетаться между собой, но для меня это все равно две разные просто позиции. У меня просто исходя из этого следующий вопрос о том, что в итоге ваши произведения, они все-таки, может быть, решили или затронули какие-то ваши проблемы, или же в итоге они откликнулись, как бы, ну, через меньшее, а вы пришли к чему-то большее? Ну, то есть вы затронули какие-то более широкие вопросы в своих произведениях? Ну, я думаю, наверное, возможно, надеюсь, так и есть. Ну, просто, да, хотелось, хочется, пока что, ну, просто, блин, видимо, у меня какой-то такой период, что я совсем про себя ничего не знаю, мне нужно, как бы, докопаться до всех до матери, до отца, просто до себя, до своих фоток, там, до домов, где я жила. То есть я, как бы, в этом грызаю, чтобы все равно, как-то, может быть, что-то понять про, в целом, какое-то, ну, вот, про какое-то устройство. И я надеюсь, что, может быть, от того, что, там, я честно, возможно, как-то говорю о себе, только об одной себе, может, ну, я надеюсь, что туда-то выходит более какие-то общие вопросы. Я надеюсь. Спасибо. Я надеюсь, что перформанс, инсталляция, которая была вам сделана на Казанском вокзале, она была посвящена Театром Даганки. Можете немножко об этом рассказать? Как вот этот метод исследований и автофикшн, естественно, как он работал с какой-то другой темой? Да, центр Бознесенского нам предложил сделать перформанс вместе с Ваней Демиткиным. И мы на Казанском вокзале, где была, да, инсталляция к Юноне Авось, к, там, году был юбилей огроменный, сколько-то, очень-очень много лет. Вот. И мы с Ваней поняли, что мы совершенно не знаем ничего про Юноне Авось. Я даже не смотрела, это, ну, в общем, ничего не видела, я ничего не знаю. И потом прям, а, и мы решили, в общем, с Ваней устроить 8-часовой перформанс на Казанском вокзале, и мы гуглили абсолютно все про Юноне Авось, что есть в сети. То есть мы хотели сделать такой срез того, как бы тех артефактов, которые остались именно в интернете. Потому что Юноне Авось существовал раньше, появление интернета, и нам было еще интересно увидеть, как, какие афиши были, какие тексты, какие фотографии, как меня, ну, то есть, вот, как это все менялось, 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 сколько стоят билеты. Вот. И там самое тупое, конечно, что с вами произошло, это когда подходит Юлия, в общем, которая нас пригласила, из Санкт-Познесенского. Вот. И она подходит, а у нас уже начался вверх, и к нам можно было подходить, все видели, вот, в таких же экранах, что происходит у нас в компьютерах. И я такая, ах, Юнону Авось написал Вознесенский. И просто Юлия, мне кажется, отказалась от меня в этот момент, потому что, как бы, Центр Вознесенского тебя приглашает, и ты просто понятия не имеешь, что Вознесенский имеет какое-то отношение, Юнону Авось. В общем, и мы сделали с Ваней такую, как бы, интернет-карту, в которой не было как будто ни начало, ни конца, она просто в такой прогрессии расширялась. Это как такой нутборд, в который мы крепили скрины, цитаты, музыку, видео, новости, вообще все там ряд. И получилась, как бы, такая карта, в общем, слепок, слепок интернета, того, что два человека могли нарыть за 8 часов по запросу Минону Авось. И получился тогда, как бы, огромный срез такой получился. А какая срезь с тобой? Это я требовала. Да, да, с тренковым. Все, с тренковым. Ну, все-таки нужно, наверное, научить. Здравствуйте. У меня будет два вопроса, но больше не различные. Поэтому я думаю, мы хотели бы быть быстрые. Мы быстро отпустим нашего... Мне, по-первых, я хочу оговорить, что... Я хочу оговорить, что это очень важно. Мне кажется, что мне очень понятно, что чем вы занимаетесь. Вот сейчас я смотрела, рассказывала о своих перфункциях, и кто-то вчера из ребят сказал, что пришел сюда ворвать. Так вот я прям вдохновенно смогу сказать. Вообще, очень много интересного, потрясающе. Вот это общее письмо отсылку, собственно, да, вот эта бумага, которая... В общем, это все классно, интересно и очень вдохновляет. И вопрос рождается такой. Первый. Можете не отвечать, если я залезла в зону личного. Чем вы зарабатываете? Потому объясню, почему страшно. Я тоже занимаюсь, у меня есть проекты, в которые я вкладываю много денег, которые, ну, не приносят, мало приносят до года, и вообще не приносят. И у меня есть основная работа, я зарабатываю там какими-то такими вещами. В данном случае мне стало интересно, вы тратите тебе очень много времени на такие проекты потрясающие. А что дает финансовый поддержку? Фестиваль. Ну, ну, не только, на самом деле, вот, я сейчас чуть-чуть, на чуть-чуть перебралась в Москву, но вообще я из Владосибирска. И мне было очень удобно, например, мы с моей командой, она не меняется. Выпускаем спектакли, например, или какие-то проекты. И, как бы, я получаю гонорар, и я могу полгода сидеть просто на этом гонораре, не тратить деньги, ну, потому что мне особо ничего не надо, вот, вот, единственное, и самые большие траты, да, это вот на фотоплёнку, что я фотографирую, а так, ну, заплатить за квартиру, как бы нужно. Вот, ну, и, да, получается как-то так, что у меня есть, например, работа в госттеатрах, есть фестивальная программа, у меня есть мой «Игра Мысых», который вы могли любить. Да, спасибо за него, спасибо. Вы поняли, что есть первая, вторая голова, да, наверное? И третья, да, да, да. Я получила ответ на вопрос, спасибо большое, нет, это, правда, очень важно для меня. И второй вопрос просто, почему этот недом показался вам ужасным? Это важно, я просто, правда, мне стало понятно, то есть, почему мне было это смешно. Ну, мне показался ужасным, потому что в целом у нас есть какое-то отношение в Кузбекистане, к тому, кто там живёт, у нас есть какое-то определённое отношение Казахстана, как-то забавно выясняется, что у граждан Узбекистана есть своё какое-то очень такое отношение к граждану Казахстана, и что они немножко, как бы... Так, почему вам показалось, что это когда-то оскорбительно казалось? Ну, это не оскорбительно, это просто... Нет, нет, вы не поняли, я как казашка сейчас всем реширую. Казахи – кочевой народ, поэтому машина. Им будут не в Узбеке, а этим они разогнательно отличаются. Они просто играют всей этой территории, но так они дружат. Да, этот анекдот просто всегда так рассказывается. А, я знаю, по-моему. Ну, да, мне рассказывали это далеко в Узбеке. И, как бы, они обожают свои дома. Да. Вот. И, как бы, меня обижаются тем, что они играют не машину. Вот. И всегда это кажется, ну, как бы... Я бы ещё послушала от казаха тот же анекдот, и я бы, как бы, послушала... Ну, поможешь, как-то заказать. Просто кочевые, машина, ехать, перебегация, койк. Да, да. Что такого. Ну, вот, можно я вернусь... У нас рожда закончилась, да? Нормально, нормально. Одна минута. Минута. Короче. Да. Короче, я родилась. Вот. Да, короче, про время. То есть, про заработки, наверное, тоже ещё важно рассказать, что у меня просто нет совсем никакого деления на работу-дом. И поэтому мне нужно очень, ну, как бы, много времени между, там, театральными и какими-то фестивальными проектами, чтобы я могла заниматься ещё параллельно другими дисциплинами. Вот. Для меня, как бы, просто междисциплинарность крайне важна. И я умираю, если я делаю, там, только седахли, или только перформансы, или только, ну, там, я ещё курирую выставки, веду книжный клуб, бла-бла-бла. Вот. И мне очень нужно, чтобы у меня было, как бы, много свободного времени, внутри которого я могла заниматься по разным проектам. То есть, там, я фотографирую, и, там, чтобы у меня было время, например, две недели вообще не влазить в дом, а просто, там, читать какие-то книжки, потом врубиться, там, да, впилиться в какой-то проект, потом опять, чтобы у меня, ну, в общем, как бы, тут вопрос заработка и вопрос вот этого распределения времени, как бы, в пространстве тоже важен, что я просто от некоторых предложений в театре, ну, отказываюсь, потому что, потому что я не могу зацикливаться на одном. И вот, наверное, поскольку мой мозг сейчас созрелся немножко, и я хотела, наверное, вот это все, как бы, привести к тому, что, как бы, важнее, наверное, быть не конкретно, там, режиссером или актером, или как-то, а, наверное, вот для меня важно, чтобы все были художниками, и что, если у тебя есть какая-то потребность реализовать идею, чтобы ты мог, как бы, не только методы театра ее реализовывать, то есть, вот у тебя есть идея, ты пошел туда, тебе, ну, как бы, у тебя есть два килограмма этой шведок бумаги, и, ну, как бы, для меня важно, что я могу это все руками промять, сделать, создать, и, в общем, вот это, как бы, меж дисциплинарность, наверное, основной тег просто этой беседы, и, в целом, как бы, вот этой такой, такой археологии, в том, что, да, в том, что ты, как бы, чтобы ты мог во все стороны идти, и чтобы тебе ничего не мешало реализовывать идеи, то, что там, о, будет классно, если бы это была фотография, ну, да, вот, наверное, как-то, ну, и для этого, нет, делайте все подряд, и... Версальность и искусство. Ну, в общем-то, мне кажется, что мы все занимались, все занимались и всем. Ну, я хочу сказать, не счастливый человек, правда, от души, я бы пожелала всем так жить. Это прекрасно, дойти до... Наверное, мечта вашего, пока это было. Моя мечта была не вставать рано. Я в школе, просто в школе пообещала себе, что я сделала все, чтобы рано не вставать. Поэтому я располагаю это немножко. Вы счастливый человек и видим эту праву. Спасибо вам. Спасибо.